Друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале про политическое убежище в США. Меня, как всегда, зовут Марина Заколовская. Сегодня, как всегда, крайне полезная тема. Немножко мне смешно с самого начала, потому что она вызвана вашими вопросами в личку, массовыми, странными вопросами, какая-то прошла прям волна. Сейчас мы все это с вами выясним. В общем, тема такая. Как написать кейс на получение политического убежища в США и чем полезен шаблон. Поехали! Значит, сначала начнем со смешного, почему я так улыбаюсь. Знаете, есть такой фильм, 77-го что ли года, «Служебный роман». И там в какой-то момент одна из героинь говорит, Верочка говорит Людмиле Прокофьевне, Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вот вы знаете, когда я вижу иногда вопросы, которые приходят массово, то есть какая-то прошла волна, и пошли вопросы в личку. И я еле-еле сдерживаюсь, чтобы не спросить как-то Людмилу Прокофьевну. В общем, что-то произошло. И в личку пошли вопросы такого характера. Марина, вот вы всем даете шаблон. А мы действительно всем даем шаблон на написание кейса для получения политического убежища в США. Шаблон, инструкцию, называйте как хотите. Кто-то почему-то называет ее анкета. Вы мне прислали свою анкету, сейчас я отвечу на вопрос. Нет там вопросов, там нет анкеты. Она у нас висит в группе. Каждый раз я говорю, подписывайтесь, приходите в группу. Там есть отдельная группа со всякими разными полезностями, вот типа инструкции для написания кейса. Там есть чат, где можно пообщаться со мной, с другими админами, друг с другом. Обсудить последние новости. В свете того, как это поможет моему кейсу или не поможет, и так далее, и так далее. Какая-то прошла волна, и вдруг я получаю невероятное количество вопросов из серии «А что же вы, Марина, делаете? Вы же нам все в один и тот же шаблон даете. Мы же потом к суде придем, принесем, а судья скажет, «Я этот по шаблону это уже 10 раз видел». Я не знаю, перестать смеяться, если честно, и перестать спрашивать про вот где вы набрались этой пошлости. Давайте с самого начала. Первое. Действительно, в группе есть инструкция, которую, вот мы ее постоянно про нее напоминаем. Я смотрю, в последний раз ее перепостили уже 120 раз. Должен быть не 120, а 1200, понимаете, как минимум. То есть эту инструкцию должны разобрать себе просто все, кто собираются или уже просят политическое убережье в США. Потому что она просто крайне ценная. Она написана нами, нашей компанией. Немножко с юмором, но все по существу. И она описывает в принципе, ну как бы очень коротко вводит вас в курс дела. На основании чего вы можете получить политическое убережье в США, эти знаменитые пять защитных категорий. Потом там речь про автобиографическую часть. Помните, что она обязательно. Вашу автобиографию американцы будут проверять еще и еще и еще. И на уровне и в детеншн проверят, и в суде, и перед судом. 589-й, 765-й. Потом, когда вы уже, дай бог, выиграли политическое убережье. И подарили на грин-карту. Потом на гражданство. То есть вот эта автобиографическая часть, она с вами будет очень и очень долгие годы. А дальше вам нужно рассказать коротко, кто, как, где и почему вас преследует. Или будет преследовать. То есть мы говорим о настоящем страхе, о прошлом. О страхе, об обоснованном страхе будущего преследования. И там очень полезные опросы. И мы просим там, как бы, не стесняться. С ошибками, без ошибками. С более красиво. Как бы никто не волнует, если у вас нет слога, как у Пришвина или у Хангуэя. Нет. Просто напишите свою историю. Внятно. Пришлите ее даже без запятых. Ну, напишлите. Ну, пусть это будет не смертельное отсутствие запятых. Пришлите нам свою историю, написанную по этой инструкции. Инструкция очень полезная. И вдруг, значит, мы ее выдали, и кто-то запустил вот такую вот волну. Мол, вот судья-то увидит и скажет. Опять по шаблону. Друзья, я вас должна разочаровать. В каком-то смысле суды американские. Ну, я уверена, что они только американские. Но мы же говорим про наши, да? Про нашу. Про наши реалии. Они в каком-то смысле как аптека. Там должно быть все четко. Ваш кейс будет шаблонным по очень-очень многим показателям. Просто по очень многим показателям. Например, по тому, что туда должно войти. Туда должны войти ваше 589-е, ваша история, доказательства, показания свидетелей, может быть, мнение эксперта, бриф, написанный адвокатом. Мы отдельно про него поговорим, да? То есть это уже шаблон. Наверняка вы смотрели какие-то американские сериалы или, может быть, фильмы, где дело происходило в суде. И вы можете видеть вот эти вот дебаты, когда подскакивает адвокат, говорит, экзибит номер пять. А там прокурор говорит, и у меня тоже есть экзибит. Что это? Это просто приложение. Они так обозначают доказательства самого разного толка. Точно так же будет и у вас. И это слово будет употребляться. Представляете? То есть шаблон — это просто неотъемлемая часть, в принципе, всего этого процесса. Делать как раз нужно все по нему. Более того, у каждого иммиграционного суди есть, ну, скажем, свои представления. То есть, в принципе, шаблон одинаковый. Я только что перечислила, что в ваш весь кейс войдет не только ваша история, но и показания свидетелей, бриф, кантри-репорт, так называемый, да, когда мы берем, например, отчет Газдепа по стране, или мы берем отчет Комитета по правам человека ООН и так далее. В общем-то, я думаю, что эти части вы все так или иначе знаете. На нашем канале о них мы рассказывали. Но суть проста. У вас будет кейс собранный по шаблону. Ваш судья, у него есть немножко свое представление. И он может запросить какие-то вещи, сделать так, как ему удобно, или так, как он считает правильным, так, как он считает нужным. И вот под каждого конкретного судью, под его требования, этот шаблон будет немножко переделан. Ну, немножко переделан. Там, предположим, у одного судьи, он хочет, чтобы за 60 дней до индивидуального слушания все было прислано. Таковы его правила. А другой судья позволяет прислать все дело в суд за 15 дней до индивидуального слушания. То есть это не какие-то глобальные расхождения, но они есть. Каждый судья, повторю, он немножко вводит свои правила. Так вот, когда мы говорим про шаблон для истории, как ее писать и так далее, почему он замечательный? Потому что он сразу, он дает им правильную стратегию, вас ведет сразу в правильное русло, как нужно действовать. Потому что очень часто, когда человеку говоришь, напишу историю, человек теряется. И это абсолютно нормально. Вы не каждый день пишете историю на получение политического биржа в США, правда? Когда последний раз вы ее писали? Ответ будет никогда. Так почему же плохо, в чем же, почему же так плохо получить как раз инструкцию, как она пишется? Понимаете? Это инструкция. И инструкция, в принципе, такая, присутствует, наверное, в каждой нормальной компании, которая хочет действительно помочь своим клиентам, и которая говорит, «Ребят, давайте начинать с основы». Вот основа пишется вот так. Почему, даже если вы напишете все по одной и той же инструкции, это не будет одинаковым кейсом? Ну, потому что у вас у каждого своя история. Вроде такой очевидный ответ на поверхности, да? У вас у каждого своя история, свои детали, своя вообще информация, свои свидетели, свои доказательства и так далее, и так далее. То есть у вас у каждого своя история, которая отличается полностью от иного. Чем еще хороша инструкция? Вот, например, в нашей мы пишем, какое количество примерно страниц должно быть, потому что очень многие люди начинают как? Сначала были мамонты, потом я, и потом вот началась моя деятельность. Не нужно. Никому не интересно, что вы делали в 90-е годы. Никому не интересно вообще, в принципе, там, мы не знаем, в 76-м я закончил школу. Чудесно. Хорошо, что в Советском Союзе в 76-м году были школы. Что это дает вашему кейсу? Какую силу? Никакой. А там конкретно мы говорим, когда начинать описывать, ну, то есть какого периода должны быть описаны события, какие события должны быть описаны, как они должны быть описаны. Настраиваем человека на правильное описание, короткое, точное описание, на описание по существу. Напоминаем ему про защитные категории, потому что это тоже очень важный момент. Ведь далеко не каждое преследование, далеко не каждое преследование тянет на преследование, которое может помочь получить политическое убежище в США. Очень много людей приезжают, рассказывают, что, не знаю, там, завел пасеку, ее потравили пестицидами, а я при этом взял кредит в банке, теперь банк просит у меня деньги, а государство потравило пестицидами, и я уехал. Историй вот таких вот, когда, ну, невероятная несправедливость произошла в отношении человека, очень много. Но ведь эти все причины, если они не вписываются в рамки защитных категорий, они никакого отношения к получению политического убежища в США не имеют. Поэтому в нашей инструкции мы сначала напоминаем, убедитесь, что вы подходите вот под эти вот категории. Преследование из-за расы, национальности, религии, оппозиционных взглядов, но оппозиционных имеется в виду к власти, и принадлежите какой-то социальной группе, такой, например, как, не знаю, зоозащитники, ЛГБТ, права женщин, журналисты, блогеры. Социальных групп невероятное количество об их. Об этом это самая спорная категория, о которой очень часто возникают споры между судьей, прокурором, адвокатом и так далее. Тем не менее, эта категория есть, и на нее ориентироваться, конечно, нужно. Чего еще не хватает очень многим историям, и о чем тоже мы говорим в нашем шаблоне, который, повторю, можно найти в нашей группе. Он есть в закрепе, он есть в закрепе в виде PDF формата, он есть в закрепе просто вот как сам по себе текст. Это логика. Вот очень часто полное отсутствие логики ломает историю, даже хорошую. Логика ломается настолько легко и настолько часто, что даже не вижу смысла приводить пример, но помните, что иммиграционный суд — это, в принципе, суд на логику, это суд логических историй. То есть, грубо говоря, если так совсем уже очень в общем описывать процесс, то ваша с адвокатом задача описать свою историю, ну, чтобы в ней была категория, конечно же, защитная, и описать ее так, чтобы в ней была логика и не было обрывов. То есть, грубо говоря, это бабушка, которая села вязать, взяла клубочек с шерстью и довязала до конца без обрывов, а если они есть, то они там, не знаю, какой-то минимальный узелок сделаны. То есть, иммиграционный суд — это суд на логику. Вы рассказываете свою историю, а задача прокурора — найти в этой логике обрывы этой пряжи, да, найти дырки и указать на несоответствие на то, что вот здесь эти эпизоды не сходятся, не склеиваются и так далее, и так далее. То есть, очень часто логики нет. Это выяснили. Что касается сильных и слабых сторон. Это еще один важный момент. Каждая история — это сильные и слабые стороны. Конечно же, сильные нужно выпятить, скажем так, да, сильные нужно показать более выпукло, слабые постараться спрятать. Это вы уже делаете с адвокатом, это вы уже с ним проговариваете. Уже адвокат, на самом деле, укажет вам, что сильные, а что слабые, потому что очень часто люди далекие от процесса получения политического убежья в США безбожно путают вот эти вот две вещи. Что действительно, в чем действительно сила этого кейса, а в чем его слабость. Обязательно покажите ваш кейс, если вы собрались быть так называемым «просе». «просе» — это человек, который защищает себя в суде сам. Обязательно покажите свой кейс адвокату с тем, чтобы он хотя бы вам указал на логику, категорию или категории. Помните, что категории для получения политического убежья в США может быть несколько. Нет такого, что только раса или только национальность, или только религия. Они могут быть хоть все вместе, плюс защита от пыток. И чтобы адвокат вам указал вот на эти все вещи. Категория, логика, сильные и слабые стороны, то есть действительно сильные и действительно слабые стороны. Вывод. Не бойтесь шаблона. Шаблоны будут вас преследовать везде во время получения, во время процесса получения политического убежья в США. И это нормально. Шаблоны, инструкции, указания. Посмотрите на наши все формы. Посмотрите на... Вот, чтобы понять, насколько, ну, как бы странно бояться шаблона, посмотрите на то, как тот же UCIS инструктирует на предмет заполнения той же 589-й формы. У нас в каждой форме, вот у нас форм полно в миграционном процессе. И вот форма 589-я, которая вам так знакома, и 765-я, посмотрите. Каждая из этих форм приложена четкая инструкция. Ну, а зачем вы приложили инструкцию? Это какой-то шаблон. Не кажется ли вам, что зачем меня загоняют в эти рамки? Дай-ка я заполню, как хочу. Ну, вы же не можете заполнить, как хочу, 589-й, правильно? Там есть инструкции, и есть, как бы, скажем, шаблоны, или там есть четкие рамки. В этих рамках вы заполняете эту форму. Точно так же, точно так же, абсолютно и с вашей декларацией, понимаете? Должны быть рамки, должен быть шаблон, должна быть инструкция, и это только все, что правильно вам на пользу, потому что это, как минимум, позволит вам написать кейс правильно, четко по существу, и не даст возможность суде раздражаться на ваши 158 страниц про то, как сначала были мамонты. Кстати, суд, в общем, не хочет рассматривать что-то больше, чем 150 страниц. А когда мы говорим про политическое убежище, на самом деле, 150 страниц это крайне мало. Посмотрите, сколько займут страниц ваши новости, показания свидетелей, ваша история, бриф от адвоката, бриф это короткое описание, почему вам положено политическое убежище, почему вы имеете право получить его. Country conditions, то есть это когда, я уже упоминала, отчет Госдепа и так далее. Посмотрите, сколько страниц все это занимает, и вы убедитесь, что у вас и так крайне-крайне маленькое количество страниц, которые вы можете прислать. Поэтому берем наш шаблон, пишем кейс и присылаем нам его на бесплатную оценку. Вы его напишите по нашему шаблону, вы его нам пришлюте, наши адвокаты скажут вам и категорию, и сильные и слабые стороны, и где отсутствует логика, и таким образом очень и очень сильно помогут вам бесплатно. Подписывайтесь на наш канал, вот на этот, подписывайтесь на наш подкаст, любимый мой, подписывайтесь на нашу группу в Telegram, помните, что там есть группа в Telegram, есть отдельно чат, вступите в чат, чтобы можно было общаться. Присылайте свои кейсы на оценку. Всех люблю, целую, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok